всем привет с вами александр ванков сегодня говорим про айпеды а также их совместимость с клавиатурами с мышками все это я не покрывал в последнем видео потому что поддержки мышки еще не было сейчас уже есть поддержка мышь и также о том насколько удобно с помощью вот этих дополнительных аксессуаров заниматься монтажом видео сразу скажу что я пишу сейчас не на те камеры на которые пишу обычно обычно у меня соньки сейчас мы используем люмиксы как раз те самые две последних модели на которые я делал обзор вот ведь сверху у нас это gm1 она ту камеру на которой я сейчас говорю это у нас gx 880 в режиме 4к фото с с линза у меня сейчас стоит здесь лейка 15 миллиметров вот такой вот вид такая вот ширина достаточно удобно получается но при этом фрейм рейт у нас получаются разные тут у нас 30 кадров потому что это 4к как я говорил в том видео ничего тут поменять нельзя и сверху у нас на виде сверху 25 кадров сверху нас линза фиксированная здесь у нас автофокус вот пытается чё-то меня ловить по глазу не знаю получается у него или нет так что заранее прошу прощения если не будет получаться с автофокусом еще один момент то что 4к записи хватает всего на 5 минут поэтому буду вручную восстанавливать и запускать видео заново плюс еще батарейка хиленькая заодно и протестируем можно ли использовать это все в студийных условиях верхняя вот эта камера у меня отлично прослужила все три последних видео вид сверху это у меня gm1 по-моему даже батарейку не менял все отлично работало небольшой авто был давайте теперь по клавиатурам по мышкам и ipad у ipad у меня как и в предыдущем видео то же самое это ipad pro 2018 года он у меня я его менять вообще не собираюсь потому что в принципе он меня всем устраивает и я думаю на еще ближайшие года 3-4 точно будет устраивать наверное месяцев 9 как у меня вот эта клавиатура аватта чем она удобна тем что вы его так просто взяли скинули себе в сумку она очень тонкая она очень легкая заряжается на порта micro usb при этом вот так вот раскладывается тут есть русская раскладка потому что хоть я ее купил на алиэкспресс но там в опциях была русская раскладка что очень удобно и взял я себе еще дополнительно мышь мышь у меня сиоми я и клавиатуру и мышь перекреплю в описании она у меня тут в двух режимах работает bluetooth и вай фай вот к планшету ее можно подключать с помощью bluetooth давайте начнем с подключения клавиатуры и мышки тут у меня еще сзади bluetooth колонка это уже будет использоваться колонка для монтажа в монтажной программе в luma fusion либо в premiere rush начнем с клавиатуры тут все просто на самом деле нажимаете on off подсоединяете и все и можете печатать и вот например сценарий как раз на вот это видео которое было про вот эту камеру на которую я сейчас пишу вот пожалуйста можно брать что-то писать нужно там переключить на английский пожалуйста пошли на английском писать что-то там и что я заметил в связи вот с этими всеми печатями печатать на этой клавиатуре не сильно удобного нету никаких резиновых фиксаторов поэтому она во-первых ездит по столу во вторых вот это разделение в середине и вот эти два пробела в разных сторонах для меня это тоже не сильно удобно размер клавиш ну в принципе достаточно нормальный но а при этом не удобно то что клавиатура постоянно куда-то двигается и куда-то едет xiaomi мы еще тоже самом деле все просто чтобы ее подсоединить просто ее нужно найти в настройках bluetooth вот она эта мышь вот она вот так вот отображает с таким кружочком на экране и просто она повторяет ваш палец можно зайти в трекпад и мышь и можно тут изменить скорость перемещения вот я сделал побыстрее мне так удобнее тут меня никаких дополнительных клавиш нету поэтому в дополнительном меню accessibility не нужно там что-то настраивать тут всего у меня три кнопки не думал я что камера будет настолько вот это gx 880 перегреваться но это видимо тоже из-за 4к и сейчас пишемся в full hd 25 кадров и при этом вот тут он сам как-то экспонирует вроде ничего так экспонирует будем надеяться что нормально все будет с помощью мышки нормально работает прокрутка если вам нужно вниз вверх что-то там выбирать достаточно удобно получает но основной интерес был какой вообще в этом всем мне было интересно как будет все этот сетап справляться именно в монтажной программе и сможет ли мне клавиатура и мышь помочь при монтаже я уже загрузил сюда проект но при этом я его даже не смонтировал до конца это ужасно неудобно оказалось на самом деле работать с этой клавиатурой и мышью для чего бы я хотел использовать монтажки мышь ну во первых я бы хотел двигать таймлайн вот я нажимаю кнопкой и пытаюсь тянуть таймлайн ничего не получается давайте я возьму за клип ну и что дальше ну вот так вот как-то она и взяла просто ушло в конец что я могу делать правой кнопкой тоже самое на самом деле точно также можно нажимать на те же самые кнопки которые я бы мог нажать тачем я не говорю кстати что LumaFusion это плохая программа LumaFusion для какого-то небольшого и несложного монтажа видео достаточно удобная программа но помогает ли мне мышка для монтажа нет не помогает наоборот только усложняет теперь давайте перейдем к клавиатуре для клавиатуры в LumaFusion сохранено куча быстрых клавиш вот мы зажимаем command и вот тут миллиард получается этих быстрых клавиш примеру там можно переходить в конец клипа в начало клипа можно там проматывать по одному кадру можно проматывать по 10 кадров направо налево там можно взять обрезать клип к концу но вот это почему-то у меня тут не работает хотя должно работать на самом деле вот alt и скобочка левая скобочка правая должна обрезать клип win be должна тоже разрезать просто клип blade тоже почему-то не работает вполне возможно что она не работает потому что у меня клавиатура не плавская именно авата и что-то здесь не так хотя я вот специально в режим ios я перевел но не работает непонятно ничего если один по идее мы жмем 1 2 3 тут мы переключаемся вот 4 мы переключаемся между режимами равно по идее должно было нас выкинуть обратно из этого режима но почему-то не получилось то есть часть функции не работает плюс еще сама эта клавиатура она по столу плавает то есть может какой-то там коврик для мыши если положите и сверху положить клавиатуру но это уже какое-то извращение потому что клавиатура портативно и по идее предусмотрено для того чтобы вы это таскали все с собой да может быть кстати я не что-то не так делаю скажите мне может что-то у меня неправильно и по идее все должно нормально работать но у меня почему-то ничего не работает и часть вот клавиш функциональных работает а часть функциональных клавиш не работает в общем что-то странное с этой клавиатурой творится и на самом деле получается так что эта клавиатура и эта мышь Она при монтаже в LumaFusion абсолютно не помогает Мне намного проще взять, например, пальцем промотать Потому что я прям точно попадаю, куда мне надо Еще раз отрезать и пальцем удалить Намного быстрее и намного меньше времени я трачу на то, чтобы просто монтировать в LumaFusion без этой клавиатуры Ни клавиатура, ни мышь мне в LumaFusion почему-то не помогает Опять же, скажите насчет мыши тоже Может я и с мышью что-то неправильно делаю И получилось так, что я вот сейчас сидел, пытался смонтировать предыдущий ролик Который уже сейчас есть на канале Я его пытался смонтировать с помощью вот этой клавиатуры И я не знаю, сколько я сидел Я первые 20 секунд резво, наверное, минут 20 пытался что-то двигать мышью Пытался разбираться с этой клавиатурой Я настолько устал, забодался просто Что я бросил монтировать этот ролик на самом деле на iPad И решил, что я его по-быстрому смонтирую на своем MacBook И это будет намного быстрее На эти 20 минут я в файл на кате потрачу ну там ну 40 минут Ну отсмотрю еще раз там потрачу еще 20 минут Но все это будет в разы просто быстрее, чем я бы это делал на вот этом планшете С клавиатурой При этом, если хочется монтировать тачем Брать руками как-то и обрезать То это достаточно удобно Можно там где-нибудь засесть в кресле Надеть какие-нибудь беспроводные наушники И все, и спокойно монтировать Но клавиатура с мышью мне в нарезке абсолютно не помогает Что еще, какой момент есть по LUMOFUSION Если вы собираетесь монтировать какие-то мультикамы Соединять аудио с видео и так далее Хотите, чтобы это все было в автоматических режимах То этого у вас не получится Тут таких функций нету Если там вы, к примеру, в Final Cut и Premiere Вот как сейчас у меня есть камера передо мной Есть камера сверху Звук пишется отдельно на петличку И у меня есть запись экрана И все это я хочу синхронизировать В LUMOFUSION мне нужно брать Там, например, делать хлопок И потом взять вот по этому хлопку И точно там вот эти таймлайны Друг к другу подсоединять Потом там вырезать какой-то момент Ручками удалять ненужный кадр и так далее Очень много возни будет Если то же самое я буду делать, к примеру, в Final Cut или в Premiere Я просто возьму все эти клипы, выделю Нажму сделать мультикам И потом просто буду сидеть и нажимать 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Он мне будет просто выбирать нужный мне кадр Какой я хочу использовать Либо это там вид на меня Либо это вид сверху Либо это запись экрана Звук автоматически перетрекается Четвертая дорожка И звук будет, допустим, всегда у меня Идти с моего рекордера Вот такая вот штука Тут этого всего пока что в LUMOFUSION нету Поэтому мне для моих работ на самом деле Не сильно удобно все это делать в LUMOFUSION Но если просто вы звук сразу пишете в камеру И, например, там хотите по-быстрому что-то смонтировать LUMOFUSION это вполне удобный вариант С Premiere Rush еще все хуже Если вы хотите вообще покупать Premiere Rush То это странно Потому что он идет по подписке Функций намного меньше, чем в LUMOFUSION А вы просто за один месяц платите Сколько? В районе 750 рублей При этом LUMOFUSION вы разово за покупку заплатите 2000 То есть 3 месяца пользования Premiere Rush Это у вас уже полная лицензия на LUMOFUSION Которая постоянно обновляется И постоянно добавляются какие-то новые интересные функции Поэтому если уже собираетесь монтировать на iPad То рекомендую LUMOFUSION Но вот мне, например, мышь и клавиатура В этом не сильно помогают В общем, получается так, что это клавиатура и мышь Она помогает вам, например, в наборе текстов В скроллинге, еще в каких-то вещах Но при этом вот в видеомонтаже В LUMOFUSION, тем более в Adobe Premiere Rush В котором вообще ничего не работает Намного удобнее просто все это монтировать пальцами И еще такой момент Если вы хотите брать вот такую плоскую клавиатуру То, наверное, ее лучше не брать Лучше взять нескладную Она намного удобнее И нужно смотреть, чтобы на ней какие-то были прорезиненные части Чтобы она вот так вот просто по столу хотя бы у вас не ездила Это тоже достаточно важный момент На этом все Спасибо, что посмотрели это видео Увидимся в следующем Пока! Подписывайтесь на наш канал!